Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе. В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с громких происшествий. Сразу два массовых ЧП с туристами случились на неделе. Так, 27 июля в Усть-Коксинском районе Республики Алтай упал пассажирский вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы, по уточненным данным, 4 человека погибли, 7 пострадали. Кадры рокового момента запечатлели местные жители. Все произошло за считанные секунды. Вот вертолет только заходит на посадку в селе Тюнгур. Видно, что он пытается пилотировать, но в какой-то момент цепляется за провода, переворачивается, начинается пожар. Спустя сутки главной версией ЧП назвали ошибку пилотирования. Известно, что управлял вертолетом 52-летний мужчина, уроженец Новоалтайска. Он выжил, сейчас его допрашивают следователи. Однако на предыдущем месте работы в компании «Алтайские авиалинии» порталу «Толк» сказали, что нареканий к нему не было. Судя по второй версии, трагедия произошла потому, что высоковольтные провода не нанесли на специальную карту, на которую ориентируются пилоты. В качестве третьей версии звучат метеоусловия. В причинах ЧП разбираются правоохранители и Международный авиационный комитет. Известно, что Ми-8 выполнял коммерческий рейс. Он возвращался с туристами с вершины горы Белуха. Это должен быть обычный полет. Известно, что на борту вертолета было 12 пассажиров и 3 члена экипажа. Двое пассажиров в итоге сошли раньше. Четверо погибли, семеро госпитализированы. У некоторых зафиксировано 90% ожогов тела. В МЧС Республики Алтай нам подтвердили, что еще один представитель Алтайского края – один из пассажиров вертолета. Подчеркнем, что буквально накануне до этого происшествия председатель правительства России Михаил Мишустин, находясь в Горном, поднимал вопрос о безопасности туристических услуг. И просил усилить контроль над этим вопросом глав Республики Алтай и Алтайского края. Добавим, за последние дни это уже вторая массовая трагедия с туристами. Так, 25 июля опрокинулся автомобиль ГАЗ-66, съехавшими на Каракольские озера. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы. Председатель правительства Михаил Мишустин на этой неделе провел на Алтае большое совещание. В большей степени оно было посвящено развитию туризма. Так известно, что Алтайский край до 2028 года получит 50 миллиардов рублей на развитие этой сферы. Но при этом достигнута еще одна важная договоренность. На встрече с губернатором Виктором Томенко премьер-министр обещал помочь решить одну из давних проблем региона – качество воды. Для этого из федерального бюджета выделят 200 миллионов рублей. На них в 56 населенных пунктах края пробурят дополнительные скважины и установят водонапорные башни. Тему продолжит Юлия Щепина. Михаил Мишустин пробыл с рабочим визитом в Республике Алтай весь день. Там он провел большое совещание с главами двух Алтаев. Наш регион активно пользуется федеральными программами. Однако одной из главных проблем по-прежнему остается качество воды в городах и селах. На сегодняшний день более 40% жителей получают воду из артезианских скважин, пробуренных еще в 70-80-х годах. В переборе есть с водоснабжением. Хотел попросить поддержки для того, чтобы сделать новые водозаборы, улучшить водоснабжение в всех населенных пунктах, где у нас наметились перебои, и поставить водонапорные башни. У нас есть план, это примерно 56 муниципалитетов. Если мы сейчас 200 миллионов рублей. Воду воды, конечно, крайне важно. Обязательно поможет в соответствующем получении мы дадим. Думаю, что это все реализуемо в ближайшее время. Работы по бурению новых скважин начнут этой осенью. Это позволит улучшить водоснабжение для 84 тысяч жителей края. Но кроме проблем региона обсудили его достижения. В частности, затронули тему социально-экономического развития края. Три с половиной года уже прошло. Реализация программы доложил председателю правительства о основных результатах, которые уже удалось достичь. В принципе, за три года с точки зрения наиболее крупных показателей создания рабочих мест и привлечения внебюджетных инвестиций, пятилетние планы мы уже выполнили. А полтора года работы еще есть впереди. Поэтому, конечно, мы и выполним, и перевыполним те плановые задания и обязательства, которые в рамках этой программы край брал на себя. Но ключевой темой совещания стало развитие туризма на Алтае. Сейчас правительство России активно выделяет деньги на строительство модульных отелей. На поддержку таких проектов Алтайский край получил рекордную сумму – 945 миллионов рублей. Я в прошлом году впервые побывал в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлялось, что так просто, достаточно недорого, и экологично можно сделать возможность пребывания в местах, где он еще человечеством, где красиво, где природное. И, конечно, это не может не радовать тех многочисленных туристов, россиян, которые к вам приедут. В мае Виктор Томенко встретился с президентом по видеосвязи. Владимир Путин высоко оценил потенциал туристической отрасли Алтайского края и пообещал рассмотреть вопрос о выделении денег на новую аэродромную полосу и оборудование для аэропорта. А Михаил Мишустин заверил, что на развитие туризма в ближайшие пять лет выделят 50 миллиардов рублей. Юлия Щепина. День с толком. На шести участках Чуйского тракта сегодня расширяют проезжую часть. Сделать четыре полосы по всей его длине планируют не позже 2035 года. Пять лет назад до начала строительства по тракту проезжало в среднем 9 тысяч автомобилей в сутки. В прошлом году интенсивность движения, особенно в летний период, достигала 22 тысяч. По словам властей, высокие темпы строительства и реконструкции дорог в регионе – это прежде всего повышение безопасности. Чуть больше трети дороги уже расширили до четырех полос. Так, в прошлом году открыли движение на пяти таких участках общей протяженностью 32 километра. Как следствие, количество ДТП на них снизилось на 75%, отмечают специалисты. Добавим, общая протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края – около 300 километров. И в продолжение дорожной темы. 41 автобус закупят для Барнаула. Губернатор Виктор Томенко подписал заявку на получение спецкредита 800 миллионов рублей. Из них более 684 миллионов пойдут на покупку 41 автобуса большой вместимости для Барнаула. Средства поступят в бюджет региона уже в августе. Власти намерены закупить низкопольные автобусы большого класса вместимостью более 100 пассажиров российского производства с отоплением и кондиционерами. Приобрести транспорт должны до 1 февраля 2024 года. Кроме того, идет работа по созданию автобусного предприятия. В городе уже начали формировать штат, определять площадки для автопарка и проводить расчеты по созданию автоколонны на базе МУП «Горолит» Электротранс. К другим темам. Избирательная кампания в крае перешла в решающую стадию. Зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора. Это действующий глава региона Виктор Томенко. Он представил в избирательную комиссию необходимый пакет документов, в том числе 527 листов поддержки кандидата с подписями депутатов разного уровня и глав муниципальных образований края. Все подписи зачтены. Удостоверение кандидата в губернатор Алтайского края первым получил Виктор Томенко. Избирательная комиссия края зарегистрировала его в качестве такового после обработки предоставленных документов. Проверку прошли и 527 подписей депутатов разного уровня, которые поддержали выдвижение Томенко. Вот так выглядит это удостоверение. Мне поручено вам его передать сегодня. Я его торжественно влачаю. Спасибо. Другие кандидаты в губернаторы пока не зарегистрированы. Но необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра в избирком накануне сдала кандидат от «Справедливой России» за правду Евгения Боровикова. С момента принятия решения регистрации, а кандидат уже выступает в новом качестве, приобретает весь необходимый объем прав, обязанностей, тех ограничений и соблюдения тех требований, которые установлены действующим избирательным законодательством. Другие претенденты на посты губернатора продолжают сбор подписей. Предоставить их необходимо до 29 июля. Дмитрий Дроздов. День с толком. Более 400 тонн зерна нового урожая собрали в Алтайском крае. В регионе стартовала уборочная кампания. В Троицком районе с площади 500 гектаров убрали лен-долгунец. В Баевском, Хабарском и других обмолотили первые сотни гектаров озимых зерновых. Параллельно сельхозпроизводители выборочно обмолачивают ранее яровые, зерновые и зернобобовые. Началась также заготовка кормов. На сегодняшний день заготовлено 23% от необходимого количества сена и 36% сенажа. Отметим, завершится уборочная кампания поздней осенью. По предварительным прогнозам, по ряду сельхозкультур урожая этого года может быть несколько ниже прошлогоднего. Из-за заморозков в мае и нескольких периодов аномальной жары в июне и июле. В алтайских вузах завершился на неделе прием документов на бюджетные места. Всего приняли около 50 тысяч заявлений от абитуриентов. Всех и все их обработают до середины августа. Как отметили в Министерстве образования и науки, число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом немного увеличилось, примерно на 4%. Но как в целом прошла приемная кампания и какие направления по предварительным итогам вошли в число самых востребованных в этом году, расскажет Дмитрий Дроздов. Эту девушку можно назвать героем. Она из Целинного района и в 11 классе училась абсолютно одна. В какие-то промежутки было сложно учиться, в какие-то легко. В принципе, никто не мешает. Задания дают и делаешь. Сдав ЕГЭ на довольно-таки высокий балл, выбор Софьи пал на технический университет. Выбрала направление химическая технология. Теперь с трепетом ждет заветные списки зачисления и новую студенческую жизнь. Я ожидаю от учебы классного коллектива, хороших преподавателей. И узнаю что-то новое в плане сферы химии. Таких же эмоций ждут еще почти 50 тысяч абитуриентов. Именно столько заявлений было подано в крайний бюджет. А если точнее, 36 тысяч заявлений по программе бакалавриат. Еще 9 тысяч специалитета и 3,5 тысячи магистранты. В техническом вузе, например, популярностью пользуются направления информационной безопасности, прикладная информатика и информатика и вычислительная техника. На них, кстати, самый высокий проходной балл. Заявление было подано более 10 тысяч. И на данный момент мы уже имеем оригиналов около 800. То есть это говорит о том, что в этом году ребята очень активно идут в технический университет. Очень много в этом году целевых договоров, именно связанных с тем, что предприятия целенаправленно готовят для себя будущих инженеров. А в старейшем вузе Алтае, педагогическом, было подано более 7 тысяч заявлений. Приемная компания здесь прошла с небольшими сложностями. В этом году абитуриенты могли подать заявление тремя способами. Прийти в вуз через госуслуги или в личном кабинете на сайте поступления в вуз онлайн. Все бы ничего, но некоторые школьники чересчур ответственно подошли к подаче документов. Тем самым оставляли заявление всеми тремя способами, что слегка доставляло комиссии проблем. Вот это самая сложная ситуация, чтобы система синхронизировала все данные и все было успешно. Были те, кто наоборот подали, а потом решили еще раз подстраховаться. Ну то есть вот эти моменты самые неудобные. Если человек использовал один контакт с приемной комиссией, либо госуслуги, либо личный кабинет, либо личный прием, это было легче. Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края. Почти 3000 для всех ступеней образования. Более 500 из них на современных IT направлениях, которые вызывают большой спрос у абитуриентов. С начала приемной кампании в ВАГУ подано более 26 тысяч заявлений. Традиционно в вуз поступают иностранные граждане, уже более 600 жителей 10 стран, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Египта, Мали и Сенегала. Для первокурсников стоимость обучения выросла на 5%. Самым дорогим считается направление искусства, костюма и текстиля, стоимостью около 190 тысяч рублей в год. Самые дешевые направления больше 100 тысяч рублей. Они связаны с историей, социологией и туризмом. А в медицинском университете бюджетных мест в этом году 677, по целевым направлениям 484. Набор идет по 6 направлениям. Лечебное дело, педиатрия, клиническая психология, медико-профилактическое дело, формация и стоматология. Последняя, кстати, остается самой дорогой специальностью, около 270 тысяч рублей в год. А вот меньше всех за обучение заплатят студенты на направлении клиническая психология. Около 130 тысяч рублей в год. Во всех вузах в ближайшие дни составят списки на зачисления. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. У Краевого театра драмы имени Шукшина появился отец. Спустя 10 лет в театре закрыта должность постоянного главного режиссера. Занял ее Георгий Цнабеладзе. Алтайскому зрителю этот режиссер уже знаком по нескольким работам. Так, в 2020-м на базе драмы он поставил спектакль «Эскиз» по пьесе «Дождись дождя». А в Бийском драматическом театре спектакль «Ханума». Какие планы руководство театра ставит в связи с появлением нового главного режиссера, надолго ли он к нам с учетом скандальных уходов из театра прошлых режиссеров, узнавала наша съемочная группа. Автор постановок более чем в 30 театрах, в том числе в Вашингтоне и Милане Бухаресте. Постоянный участник всероссийских режиссерских лабораторий. Один из пяти лучших режиссеров страны по версии журнала «Тайм-аут» за 2020 год Георгий Цнобеладзе. В том же году он поставил спектакль «Эскиз» в краевой драме «Ихануму» в Бийской. И тут же стал своим из-за необычной привычки. У него были такие с загнутыми носками тапочки, и он в этих тапочках репетировал. И мне сейчас артисты говорят, мы когда его тогда в тапочках увидели, поняли, что наш человек. Могу босиком, могу в чем-то, но не могу выйти на сцену в уличном уровне. И вот Георгий назначен главным режиссером краевого театра драмы. Эта должность поставала 10 лет и вряд ли освободится в ближайшие годы. Это брак, он предполагается по любви. Хотя я не возражаю, если у Любови Михайловны этот брак по расчету. Главное, чтобы расчет был правильный. Поэтому, естественно, когда заключаешь брак, предполагаешь, что он будет всегда. Опасения журналистов не безосновательны. Тройка последних главных режиссеров драмы запомнилась яркими постановками и скандальным уходом. Владимир Золотарь создал Войцика, который прославил Алтайский театр на всю Россию, получив золотую маску, и возмутил против себя власти. Роман Феодорий поставил на нашей сцене мамашу Кураш и ее дети, еще одна золотая маска. По негласным источникам уволился из-за недопониманий с труппой. Илья Реттенберг отличился смелыми метафорами разгневов некоторых зрителей, а потом и чиновников. Из-за проблем с самовыражением и организацией процесса покинул театр. Есть ли рамки дозволенного для нового главного режиссера? Руководство театра уверяет, что нет. К великому счастью, у нас вменяемый министр и вменяемый губернатор. Я очень мечтаю, что они останутся еще надолго, потому что за последние пять лет ни разу никто даже не попытался пальчиком погрозить. Георгий Ценобеладзе уже готовит первую постановку «Король лир» с легендой Алтайского театра Георгием Обуховым. Признается, что часто выбирает для работы прозу. Уверен, нужно выбирать произведения, которые пересекаются с историей России. И не боятся экспериментировать. Мне приятно смотреть в афишу, в которой есть названия, которые не идут в других театрах. Мне нравится, что здесь ищут, пробуют, где-то дебютируют. Директор Любовь Березина сказала, что теперь у нее появится время для работы над экспериментальной сценой. А Георгий Ценобеладзе обозначил такие будущие премьеры, как пластический спектакль и работу про Германа Титова. Заверил, что поборется за молодежь. Ведь если старшее поколение идет в театр по привычке, молодые люди это делают, когда им действительно интересно. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. День с толком. Анастасия Драган, Владислав Ковалев. Есть у нас и триллеры, есть фантастические истории, есть комедии, есть драмы. И все это жанровое разнообразие произойдет на Чуйском тракте и расскажет о нем. Такова концепция веб-сериала, которую создадут в Алтайском крае. И это уникальный проект. В нашем крае впервые снимают профессиональный сериал для интернет-платформ. Этот опыт смогут принять по всей стране. Прямо сейчас на Алтае ставят на рельсы процесс кинопроизводства. Мы же делаем замкнутый цикл и гарантированно те сценарии, которые у нас выиграют в петчинге, они гарантированно производятся. И затем получают какую-то дальнейшую историю продвижения, фестивальное продвижение на платформе и так далее. Вот что мы пытаемся реализовать. Почему многие хотят с нами сотрудничать? Потому что в подобном ключе, ни где никто не делает этого. Весь процесс разбили на два этапа. Сначала объявили конкурс сценариев. Из 43 заявок отобрали 10, а снимать будут по 8. В рамках Шокшинского кинофестиваля совместно с Минкультурой и Молодежным центром кинематографистов Алтая для авторов заявок провели экспертную оценку. Так, о плюсах и минусах сценариев говорила зам главного редактора кинокомпании СТВ Анна Андрушевич. Она готова и включиться в проект. Сейчас предстоит доработать сценарии, собрать команду и запустить съемки. У нас нет такого большого количества профессионалов. Да, его в принципе ни в одном регионе сейчас нет. У нас нет киновузов или образовательных учреждений, которые бы готовили специалистов. И тем самым мы решаем две задачи. Мы хотели бы получить качественный проект, игровой, и при этом через него, что называется, прокачать большое количество ребят. Прокачивать будут профессионалы. В Министерстве культуры края сказали, что поработать в проекте на безвозмездной основе. Согласны три режиссера, чьи работы участвовали в Шокшинском кинофестивале. Есть у нас, кто может помогать и операторам, и режиссерам, и художникам. То есть у нас же есть и гримеры есть у нас хорошие. Костюмеры, бутафоры. Да, может быть, у нас нет профессионального гаффера, осветителя, или как руководителя бригады осветителей. Но у нас есть люди, которые готовы учиться. Достаточно у нас и актерской базы. Но народный кастинг все равно будет и довольно скоро. Так как к декабрю все восемь серий должны быть отсняты, а следующим летом представлены зрителю. Сроки поджимают. Но, по словам экспертов, этот проект должен стать точкой роста и превратить алтайское кинопроизводство в киноиндустрию. Чтобы у нас был не один веб-сериал и не один короткий метр в пятилетку. Чтобы это была регулярная работа, соответственно, это позволило бы привлечь и занять в профессиональной киносфере наших ребят. И они бы оставались здесь, они бы уезжали в столицу. Веб-сериал повлечет за собой и другие изменения. Например, расширение сети кинозалов в крае. Так что в ближайшие годы киносферу региона ждет серьезная трансформация. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. И в продолжении темы о кино завершился первый международный локейшн-тур или по-другому экспедиция по региону для кинематографистов. Ознакомительный тур длился пять дней. Какие уникальные локации для проведения съемок увидели представители киноотрасли, и что особенно их поразило. Моей коллеге Анастасии Дороган рассказал продюсер молодежного центра кинематографистов Алтая Василий Романов. Первое впечатление, ну, наверное, надо сказать, вау. Ух ты! Неожиданно. Здорово. Юрий Сопронов, когда мы проезжали по Солонешинскому району, он сказал, это Новая Зеландия. В чистом виде Новая Зеландия. Только озер нету. Так много рядом, как в Новой Зеландии. Но это Новая Зеландия. Ну вот. И хорошо. Мы берем на заметку, если нам надо снять Новую Зеландию, мы будем знать, что где у нас снимать Новую Зеландию. Белокуриха. То есть там столько много уголков. Причем, чем вот она интересна? Что в Белокурихе можно снимать не только фильмы про наше пространство, Алтайское. Но можно и снимать, как кусочек Европы. Да. Скажем так, мы с Анжело присели на берегу этой речушки. Там столик такой над водой. Вот. Мы сидим, дышим. И он говорит, это локейшн. Романтик. Накрыть стол. Канделябры. Первое свидание. Вот. А рядом мосточек. Вот. И он такой смотрит и говорит, сделать ремонт. Камень. Вот. Ну, то есть сделать облицовку, как... Вот. Все. Вот. И уже это, и это уже получается шикарная кинолокация в шаговой доступности. А всех поразило, конечно, озеро Колыванское, которое мы называем Савушки. Вот. То есть и озеро, и эти вот необычные монолиты, которые ветром за тысячи лет такие образовали, блинчики. И сказали, да, здесь можно снимать фантастику. Нашей главной задачей было показать именно Алтайский край. Ну, не секрет, что для многих, особенно москвичей, питерцев, да даже наши соседи, порой не делают различия между Алтайским краем и Республикой Алтай. Для всех это один Алтай. И есть места красивые, прекрасные, замечательные, но их можно поделить на туристические, которые привлекательны именно для туристов. Для того, чтобы приехать, посмотреть, подышать, насладиться воздухом, природой. Потрогать воду из водопада или родника попить. А те же самые места, удивительные, привлекательные для туристов, не всегда могут быть отличной, привлекательной кинолокацией. Ну, скажем так, у нас много озер, но половина наших озер можно найти и ближе к Москве. Так, вот у нас есть места, удивительные, замечательные, в горах, в предгоре, да, вот на озере Белом. Так, а гости приехали, смотрят и говорят, о, это Карелия. То есть Карелия в чистом виде. И получается, что в Карелию ближе приехать, снять, к нам ехать, снимать Карелию смысла нет. Но для нас это польза. Если мы захотим снять Карелию, нам не надо ехать в Карелию, мы уже знаем, Карелия есть у нас. То же самое можно сказать про знаковые места. Скажем, те же водопады, какие-нибудь там горные дороги. То есть они есть и на Кавказе. Например, мы приезжаем на локацию, смотрим, да, это красиво, но это не киношно. То есть это красиво, чтобы приехать и посмотреть. А снимать, ну, это можно снять и ближе к Москве. Алтайский край, он чем удивителен, что это не обязательно на одном месте. Приехали и вот все, вот мы на одном месте все снимаем. Мы же можем снимать, что называется, по кусочкам истории про путешественников. Истории про соревнования, те же ралли. Они могут быть и авторалли, и авторалли, и велоралли. То есть вот все. А удивительных мест у нас полным-полно. Это мы проехали только по предгорной части Алтайского края. Но у нас ведь есть Бурсоль, другие соленые озера. У нас есть Тайга, у нас есть знаменитый ленточный Борг. То есть у нас много удивительных мест. Алтайская команда «Скифы» завоевала две победы на турнире в Китае. Там накануне завершился международный детский хоккейный турнир. В нем участвовали две команды из села Новый Зори Павловского района. И накануне ребята вернулись домой, где их встречали родители и наша съемочная группа. Целую неделю все в переживаниях. Эта неделя была напряженной для всех, кому не безразличен алтайский хоккей. Родители не пропускали ни одного матча. Болели, переживали и поддерживали своих ребят. Хоккейные команды «Скифы» двух возрастов 9 и 10 лет отправились в Китай на международный турнир. На льду им противостояли команды из Монголии, Гонконга и несколько команд принимающей стороны. И вот она, долгожданная встреча с родителями на родной земле. По словам ребят, хоккеисты из Поднебесной их удивили. За прошедшую неделю «Скифы» сыграли порядка 10 игр групповой этап, а дальше плей-офф. Так «Скифы» 2014 стали третьими из 16. В бронзовом матче они просто вынесли своего соперника 6-0. А 2013 год рождения в стыковом матче за 5 место выиграли по булитам у китайской команды «Гэлакси». Стоит отметить, что победу добывали не только парни, но и единственная среди хоккеистов девочка. «Было интересно со старшими играть, потому что они опытнее и можно учиться на их ошибках. Мне комфортнее, что пацаны, если надо, заступятся, побьют кого-то». Своих эмоций не скрывали и родители. «Вся энергия, все передавалось ребятишкам для их победы. Мама очень соскучилась, все соскучились, очень любим». Сразу после встречи пресс-конференция административный штаб поделился своими впечатлениями от поездки в Китай. «Китай становится хоккейной державой-державой. И через 5 лет это будет уровень, наверное, Канады точно. Было страшно, было трудно. Первый раз поехали, но теперь уже и дети, так скажем, получили какую-то практику, мы получили какую-то практику. Тренера посмотрели, как правильно вести, как все организовывать. Менеджер наш Андрей Волков, который все это организовывал, на нем была такая прям большая работа проделана им». По словам Владимира Попова, эта поездка показала тренерскому штабу, в каком направлении нужно поднажать, чтобы и впредь добиваться высоких результатов. Однако без трудностей этот турнир не обошелся. «Языковой барьер, даже элементарно там что-то судей объяснить, то есть себя не понимают, в этом как-то накал еще, если игра от ножа идет, это тоже немножко так свою лепту вносило. Я думаю, что если мы будем посещать такие турниры международного класса, то ребята будут расти не по дням, а по часам». «Там ребятки были смешанный возраст, кто-то был помладше, но, как уже мои коллеги сказали, там слабых команд особо и нет. Поэтому, несмотря на счет, это заслуга наших маленьких хоккеистов, что они так сыграли, настроили себя, нас услышали и в полную силу отыграли от первой до последней минуты». Администрация команды планирует такие выезды организовать традиционно, а пока у ребят пара дней отдыха. Но уже первого числа юные хоккеисты отправятся в лагерь на летние тренировочные сборы. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Денисов, Дмитрий Денисов. Опытные туристы знают, что первым делом после прибытия на место нужно разложиться и поставить палатки. Особенно, когда речь идет о длинном походе по правобережной тропе реки Иня на границе Ченитинского заказника и Тигрекского заповедника. К дистанции в 21 километр готовились все основательно, особенно новички. Необычное все. То есть и спальный мешок, и коврик, и запастую обувь. Это все для меня необычное, потому что я хожу с маленьким рюкзачком, максимум вода и фотоаппараты. Для фотографов новая тропа – настоящее открытие. Виды на реку Иня – это лишь малая часть всех красот, открывающихся взору объективов. Главная фишка – карстовые пещеры. Вся морская фауна, которая в те времена обитала, тут мощнейшие коралловые рифы в это время были, 300-400 миллионов лет назад. Отпечатки кораллов, брахиопод, морских лилий, аммонитов и прочих беспозвоночных. Все это можно увидеть своими глазами, все эти места найдены, отмечены. А снаружи фотографы насладятся рассветами и закатами, которые здесь необыкновенно яркие. Однако любоваться можно не только глазами. Чистый воздух, тишина, река бежит, очень вкусно пахнет. Вот мы сейчас пока шли по дороге, разные запахи, которых, ну, допустим, у нас нет таких. То есть пахнет как-то необычное… а, зизифора, да. Очень вкусно пахнет именно цветущими травами. Дикая дорога здесь существует уже сотни лет. Сторожилы припоминают, что ее активно пользовались еще в 60-е годы прошлого века. Возродить путь сотрудники двух особо охраняемых территорий решили в прошлом году. Это один из этапов объединения сетей троп Тегерекского заповедника и Ченетинского заказника. Для туристов уже начали понемногу обустраивать инфраструктуру. К примеру, эти платочки вскоре заменят на указатели. По пути помимо Косолапова можно встретить косуль, волков и кабанов. Поэтому ходить без сопровождающего очень опасно. Также при желании группы к людям может присоединиться егерь природоохраняемой организации. У него есть оружие. Однако в идеале создатели проекта хотят сделать тропу автономной и обучить местных гидов всем знаниям совершенно бесплатно. Данила Кузнецова, День с толком. И в завершении выпуска. В крае растет популяция диких животных. По крайней мере, по некоторым видам число особей за последние несколько лет значительно увеличилось. Наибольшую динамику специалисты наблюдают в заповедниках и заказниках. Больше всего в регионе прибавилось медведей. Лишь за последние два года их число выросло почти в полтора раза. Также положительная динамика прослеживается в отношении моралов, которые занесены в Красную книгу. Их популяция выросла на четверть. Но вот среди косуль, наоборот, прослеживается спад численности. Правда, небольшой, менее 1%. Рост популяции животных, считают специалисты, связан в том числе с выделением большего объема средств профильным ведомством на охрану природы. За последние пять лет бюджет вырос в два раза. И сегодня он составляет порядка 36 миллионов рублей. Увеличение финансирования позволяет проводить биотехнические мероприятия в большем объеме. Такие как подкормка диких животных, это и закладываем большее количество солонцов. На подкормочных площадках закладываем большее количество в зимний период сена, веников, овца. Рост финансирования позволяет успешнее бороться и с браконьерами, отметили эксперты сферы. Закупка большего числа новой техники, горючего и расходников дает возможность чаще проводить выезды по территориям заказников и пресекать преступников, что опять же положительно сказывается на популяции диких животных. Продолжение следует...